Библейский портал, экзегет, и вопрос, ответ на который наверняка многим бы хотелось узнать, как не работать, а жить в достатке. Порой тоже задумываешься об этом, как это сейчас осуществить, но в принципе очень это легко сделать, потому что Господь наш спас, присоединяемся к спасению, отвергаем грех, наследуем Царствие Небесное, не работаем вообще ни капельки и живем в абсолютном достатке, то есть просто достает абсолютно всего. Явство, питье, радость, развлечение, упражнение ума, упражнение тела нашего совершенного, бессмертного, которое не нуждается ни в каких лекарствах, которое не подвержено тлению, то есть прям все то, что нужно. Кажется, ну, какой-то нереальный ответ. Понятное дело, если мы вернемся и спустимся с грядущего Царствия Божия на нашу грешную землю, то посмотрим, а здесь ли можно так жить. В принципе, технически такая возможность есть, если мы там, например, работали-работали, потом разбогатели и ничего не работаем. Или раз у нас богатые родители, предки, королевская династия, тоже можем не работать, как-то жить в достатке. Но другое дело, что это не самоцель, потому что счастье это не приносит просто. Если даже мы следим за какими-то новостями, которые мелькают в ленте, то мы можем увидеть, как дети богатых родителей прожигают жизнь, гибнут от наркотиков, разбиваются в авариях и так далее. Что нахождение в достатке и отсутствие труда – это рецепт, как потерять счастье, которое вот почисты в кармане. Если мы посмотрим на многих богатых людей, и многие из них, правда, счастливы, потому что они трудятся, то есть хоть они уже миллионеры, но все равно трудятся там по 15-20 часов в день. Порой, конечно, увы, есть другая крайность, что ты становишься рабом своей работы, но сейчас не они. Но если человек трудится, если человек получает возможность кому-то помогать, заботится, если он, несмотря на то, что у него есть возможность, не оставляет трудов – это благо, это счастье. Посмотрим даже на помещиков дореволюционной России, что кто-то мог получить крестьян, ну, по сути, в рабство. И за счет этого безбедно существовать и не знать, чем заняться. Читаем русскую литературу, и как раз видим постоянный вот это. Не знает человек помещик, чем заняться. Ой, скука уездного города, ой, скука в деревне. Чуть-чуть побыл и скорее в город, там, на бал, чем-то лишь прожить жизнь. Но на самом деле, ведь если мы посмотрим, то наши многие поэты, писатели, как раз они смогли, смогли посвятить время творчеству, потому что тоже не были скованы какими-то материальными проблемами. Поэтому, конечно, Господь хочет, чтобы все мы спаслись, чтобы мы творили, чтобы мы не были скованы. Поэтому Он каждому человеку на земле дает, дает все необходимое. Все необходимое для того, чтобы человек взял, потрудился, как это было завещано Адаму по изгнанию из рая, и унаследовал Царствие Небесное. Сам Господь говорит, кто хочет со мной быть, как раз в том самом месте, где будет абсолютный достаток и не надо будет трудиться, возьми свой крест и иди за мной. Поэтому тоже берем крест, крест своих трудов, трудов рабочих, трудов семейных, трудов перенесения испытаний, с радостью проходим за Христом и наслаждаемся. Продолжение следует...